так друзья продолжаем мы заниматься кабиной уже новый день смотрите установил я рацию рамочка это да уже вид имеет вот эту вот панельку саму она здесь там такие клипсы получается защелкаются а здесь они две но они очень слабенькие но под этой рамкой вот это вот этим вот болтиком была прикручена конструкция собрана которая под ней и я решил вот сделать такой ход то есть я просверлил его здесь вот дырочку в этой рамке хотя я противник саморезов но дело в том что там она шахта как бы есть под саморез заводская вот типа вот такой вот было вот я вот на сквозную чтобы она уже не болталась теперь она четко стоит потом смотрите вот приклеил вот такую штучку это магнитик на заправке учат случайно в киеве нашел это крепление для телефона и вот сама тангента будет крепиться вот смотрите как я сделал видите вот этот вот конус пластиковый то есть то было бушка которая крепилась вот в это это вот крепление я ее срезал срезал только верхнюю часть срезал а штырек оставил на этот штырек я отдел нашел круглый магнит с отверстием получается отделана то что круглый магнит шайбут эту сверху и все прикрутил саморезиком вот эту сверху декоративную штучку она у меня валялась в машине она была чуть шире я на пильником под подогнал и приклеил на супер клей и получилась вот такая вот штучка и будет погнеть зовут сюда вот только есть нашу сейчас еще я на виктор рейнс на герметик на вот этот вот я приклеил ее но она еще не высохла поэтому пока так и получается и здесь магнит есть и тут магнит есть то есть уже будет лучше я изначально хотел просто вот такую ответную часть металлическую вот такую железячку и на нее чтобы магнитилась тангента но она делал том что слабый слабенький вот этот вот металл и тут этот магнитик не очень вот который я нашел а кстати магнитик круглый я нашел на колесе был примагничены так смотрится да практически по заводскому только вот этот вот саморезик раздражает так я думаю будет теперь прикольно и всегда под рукой и если будешь шастать цеплять коленкой то она только хлоп там упала но ничего не будет ломаться отрываться хотел я вот сюда сделать но тут неудобно а чё чё сюда не сделал потому что кофе будет постоянно если разливаться то будет на микрофон поэтому будет он здесь ну короче как то так вот это сегодня я занимался тем что собирал эту рацию потом вот это это все надо было придумать то есть изначально я же не знал это ходил сначала все собирал искал все что нашел а потом а потом уже собирал так вот это вот пластмасска такая немножко матовая на ней были потеки суперклея от старого хозяина вот здесь вот столиком такие шрамики остались на но их уже никак не убрать я думал покрасить ее потом думаю нет красить не хочется заводские пластмасски красить у меня было сейчас вам покажу так уже разуваюсь уже у меня тут он чистота ну как чистота коврик чистенький а вот такая вот войлочная штучка я купил 40 гривен стоит это для мотовки пластмасса но я так понял перед покраской чтобы не краска цеплялась или грунт короче такие дела прочитал ваши комментарии по поводу прицепа значит смотрите вот повторяем опять прицеп у меня был 305 высота весь от начала до конца 305 и 410 у меня была общая высота вот чтобы не попасть на штраф значит я по заводскому опустил 10 сантиметров вот переднюю часть получается она у меня сейчас 295 внутри и 5 сантиметров я опустил заднюю часть подождите был он у меня 310 не было у меня 305 внутри получается был 305 вот а общая была высота 410 значит я когда убрал это на 10 сантиметров получается у меня здесь 295 а здесь сзади ровно 3 то есть он у меня остается кубатурником не переживайте то есть 100 кубов здесь будет по-любому то есть высота у меня сейчас 3 и плавно переходит в 295 каждая стойка она получается потом там на пару сантиметров меньше 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 это специально так сделано потому что это машина состоит на спущенных подушках вот и получается если она накачается то перед прицепом будет приподняты а зад чуть-чуть опущены а вот так сюда тягач идет что не четко ровно а для того что получается прицепами цеплять вот баки полики все остальное поэтому как бы это все заводское тут я не болгарка не перил ничего не делал эти проставки которые выкидывал они там даже на таких пластмасках то есть я их мог не полностью откручивать вот смотрите вот они на таких вот пластмасках и получается это пластмаска прикручивалась вон вот в то крепление просто сейчас я не залезу вот сюда вот прикручивалась в это вот отверстие и получается мы прицеп стойку приподняли эту проставку вытянули она хоп и повисла и она на вот штучки висеть вниз потом надо поднять хоп под дэнкратил под поставил но опять же это когда был этот прицеп шторой то вот эта регулировка да а когда этот тент вот представьте 10 сантиметров 10 сантиметров в тент никакой тент не выдержит натяжку поэтому я собираю вот такие вот размеры как они есть по заводу и тент уже буду подгонять сейчас висит он как растянутся сопля то есть я буду подгонять именно под эти размеры а изначально вообще этот же прицеп был шторы здесь получается вот в этих перемычках ходили ну продольных балках или каких правильно назвать там он даже как его все воды резинка есть поняли вот она резинка а под резинкой там салазки то есть при желании в этот прицеп можно собрать шторы для этого надо вот эти штанги купить которые подкручивать штору дал натягивают и все так что будут деньги если буду меня сейчас забуду меня только крышу а буду денег так я буду уже когда этот тент сносится если я машину не продам вот то буду следующий короче таким дорогим вложением в машину это буду переделывать этот прицеп под штору я думаю что где-то тысяч сорок надо чтобы сделать шторы его короче как-то так сегодня день такой с этой рации изобретал и короче с тем поговорил то с тем хотел в машине помыть но сейчас буду мыть так друзья ну уже он симпатично да я вам уже показывал рацию это хочу показать уже пластмасски да как получилось ну темно не видно короче вот этой матовой той как она правильно называется я же забылся ну короче вот тут тканевую такую волочную эту самую поролонку или как в кусок войлок от того вот я его заматовал и красить не надо вид такой получился как завода то она когда затирается такая становится блестящая такая промасленная началась обратно такая матовенькая стала красивенькая все по выбирал сюда кармашек чтобы он также защелкнулся хорошо и ровненько принципе был кнопочки все по переделывал потому что там провода не много вот эта кнопка это в турции устанавливали подъемную ось только там вы видели какие там на проводах фишки были короче не заизолированы и еле держались на соплях и сделал так что получается я не знал в каком положении она работает теперь вот вверху так чик клацнули и ось поднимается на прицепе опять среднее положение хоп ось опустилась и также будет понятно вверх тумблер вверху вниз тумблер внизу короче как-то так что еще мы тут обнаружили обнаружили мы здесь я с этим никогда не сталкивался вот такой gps трекер вот будет он у меня работать надо разобраться как его подключить приложение скачать на телефон так тут немного надо порядке понаводить я хочу посмотреть проводку потому что здесь уже какие-то врезки были чтобы быть спокойным уверенным что машина не дай бог там ничего не загорится короче так занимаемся день прошел ничего не сделал пока вот это в изобретениях короче как-то так добренько буду наверно монтировать видео и вылаживать так что приятного просмотра пишите комментарии еще хотел сказать за вот эту фигню до комментариях писали это фигня это как-то великол никол господи толк 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 короче оплата дорог я знаю что это оплата дорог в германии но смотрите сам приемник у меня был а вот сюда куда провода выходили здесь должен стоять сам блок управления такой как тахограф да там с кнопочками с экранчиком но у меня же вы не было у меня был только этот приемник и смысл не от него все равно его надо как бы доукомплектовать это во первых а во вторых вся эта штука устанавливалась наверно в 2010 году сейчас это все уже упрощено скачивается приложение на телефон идет проплата так что я не думаю что это какая-то большая потребность в этой штуковине но название хоть в буду знать название вы мне правильно написали название хотя его и забыл ладно все всем приятного просмотра наблюдайте дальше до завтра